не бойся это я не бойся не бойся си она с малышком пока я бегала за телефоном где малышок-то делся наверно в кусты занырнул маленький жалко не видно малышка где твой малыш где он она не боится потому что знает что я не причиню ей вреда но и тем не менее близко к себе не подпустят они сразу ускакивают если прийти близко где малыш твой и малышок твой где он где-то его дело ты выпасаешь малышка ну сейчас попробую немножко подойти и твой малыш где твой малышок где он покажи где может быть они травку едят под деревья он не пойдет потому что там есть нечего там только опавшие листья совсем другие растения там такие лопухи растут они этого не едят кенгуру едят только траву какие большие деревья эвкалипты это не все подряд они едят траву они выбирают молоденькие именно листочки такой вот обычной травки с тоненькими листиками не видела чтобы они ели одуванчики например а дубе мой обожают одуванчиков листья и и сами одуванчики цветочки будет есть конечно ну где то есть малышок выходи где-то исчез ну что такое был тут было два ну-ка я попробую подойти ближе что там наверное к соседу где они тоже ходят приехали внуки и внуки любят ездить по двору на на маленьких таких машинках и они конечно создают хаос и и громкие звуки и они перебираются тогда в какой-нибудь соседний двор наш или еще кому-нибудь а если у нас шум то пойдут к соседям так и живем да таки путешествуем а он сосед ходит в своем саду к тишу девсит а вот он прискакал из кустов может быть услышал мол мой вопрошающий голос я все время ее спрашиваю где подевался малыш ну наверное надоело слушать это и он прискакал так мама забеспокоилась были у меня уже видео конечно с этим малышом через стеклянную дверь они прямо там и и сидели вдвоем и молочко он пил и в карман заглядывал там же у него молочко у мамы в кармане вот то есть у меня такое видео ну я прикреплю его кому охота посмотреть на малышей кенгуру вот можно будет посмотреть он размером с кролика с большого зайца этот малыш я всегда так радуюсь когда я вижу их жизнь продолжается кукобара съела червяка это одна из тех кого я кормлю иногда курицы колбасой вот они прекрасно могут прокормиться сами уже зима закончилась давно есть червяки в земле есть жуки на деревьях всего полно да то некрасивые у них такой бирюзовый отлив такими пятнами на крыльях как бы такой узор четкий что там увидел еще жука нашел сосна буча бьет конечно же там обязательно сидит тоже это товарищи которых я кормила зимой все за мной наблюдают тут вот такие золотые колокольчики цвели дерево даже по моему она не одно до 2 одинаковых дерева а 3 3 выросла маленькая отцвело уже свеженькие цветочки попадали колокольчики мы проезжали мимо на машине я увидел интересное зрелище да да живающая курилка наша соседка свинюшка печис персики ее зовут она спит загорает на солнышке очень прохладные дни зимой в астралии сравнительно с летом 18 19 20 градусов иногда бывает 22 очень редко это уж совсем тепло а так около 20 а ночи холодные 10 обычно 11 бывает 8 и вот она там загорает на солнышке такое утреннее солнце у нас вот такая австралийская зима уже довольно старая свинка я ее помню ну или 7 6 7 с малыша она у них и вот росла росла и выросла вот в такое великолепие килограмм триста наверное весит очень толстая очень большая конечно она там наверное на персиках кормленная потому что собака меня услышал потому что хозяева владельцы овощного магазина овощного фруктового магазина и поэтому конечно же она ест отборную еду вкуснятину хозяйка ей дает даже какие-то рыбные консервы чтобы вот у нее косточки были по сильнее такая смешная история собака меня услышал кавкает а и а и и и и и и и и и